Сегодня у нас 628 выпуск открытой политики и обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. Ради Фаридович благополучно вернулся из краткосрочного отпуска в эфир оперативных совещаний и начал свое выступление, вступительное слово, с достаточно многочисленных поздравлений с днями рождения тех, у кого они случились за минувшую неделю. Он подробно перечислил всех глав районов, городов, министров, замминистров и руководителей государственных комитетов, у которых этот день рождения произошел за последние 7 дней. И только в конце, о ужас, Ради Фаридович вспомнил о Владимире Путине. И тут он, конечно, разразился поздравлением с 72-летием дорогого руководителя страны, отметил, что мы все благодарны судьбе за то, что нашей страны замечательный такой человек правит и управляет уже последние 25 лет, и прочее, прочее. Но отмечу, что Путина Хабиров поздравил с днем рождения после того, как поздравил с днем рождения главу Белебея. Ну вот примерно такой ранжир. Будем считать, что действительно просто запамятовал руководитель нашей республики об этом светлом празднике, но, тем не менее, это очень такой примечательный момент. И, уважаемые коллеги, сегодня 7 октября, свой день рождения отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин. Мы все искренне желаем им крепкого здоровья, стойкости, благодарим его, что у нас есть такой в стране президент. И, конечно, мы все должны сделать, чтобы мы были ему надежной опорой и поддержкой. С днем рождения нашего президента. А еще в своем вступительном слове Хабиров зачем-то заговорил о миграционном приросте населения в республике Башкортостан, который составляет аж целых 2000 человек. Ну, конечно же, гордиться наплывом плохо квалифицированных рабочих из Средней Азии можно, но, наверное, не стоит забывать и об отрицательном сальдо в регионе, об отрицательном сальдо между родившимися и умершими. Вот это, на мой взгляд, значительно в большей степени характеризует социально-экономическую обстановку в республике. А у нас эта сальдо, увы, отрицательная. У нас умирает людей больше, чем рождается. И вот это, конечно, очень настораживает. Ну, Хабиров привык гордиться чем-то таким, чем он считает, что можно гордиться. Ну, в данном случае количеством азиатских малоквалифицированных рабочих, которые приехали к нам здесь переносить кирпичи на стройках. В рамках обсуждения ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС заслушали доклад исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства республики Ирины Головановой. Ирина Голованова заявила, что все муниципалитеты, как она выразилась, приняли решение начать отопительный сезон. Более того, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства, 96% социальных объектов это отопление уже получили. Речь идет о больницах, поликлиниках, детских садах и прочих социально значимых объектах. Кроме всего прочего, Ирина Голованова утверждает, что на данный момент, на понедельник, 93% многоквартирных домов также получили центральное отопление. При этом только 47 муниципалитетов из 63 тепло подали во все дома. Министр ЖКХ Голованова заявила абсолютно уверенно, что к концу понедельника, 7 октября, светлого праздника дня рождения Владимира Путина, тепло будет подано во все без исключения на квартирные дома республики Башкортостан. Ну, как известно, между принятием решения и теплом в батареях у нас происходит некоторый промежуток времени. Иногда он может длиться неделю, иногда две. Мы, собственно, воочию убедимся, насколько это отопление у нас есть, достаточно подойти и потрогать батарею руками. Ну, например, в моем доме этого отопления в понедельник так и не было. Во многих других домах тоже, насколько мне известно. Напишите в комментариях к нашему видео, подали ли вам отопление и какого числа, в какой день недели это случилось. Из доклада исполняющей обязанности министра транспорта и дорожного строительства Любой Викторовны Минаковой стало известно, что за минувшую неделю в Башкирии приключилось 62 аварии, в которые пострадало 70 человек и погибло 12 человек. Количество погибших на дорогах в 2024 году достигло 300 человек и эта цифра на 21 больше, чем в прошлом году за тот же период времени. Безусловно, что рост смертности на дорогах обуздать не получается, несмотря на то, что руководство нашей республики упорно полагает, что только увеличение количества видеокамер спасет людей от гибели на дорогах, а вовсе не качество этих дорог. Кроме всего прочего, мы помним, как на прошлом совещании та же самая Минакова заявила, что люди погибают на дорогах не потому, что они плохие по качеству, не потому, что там выбоины, ямы и прочее, не потому, что дороги плохо освещены, а по мнению Минаковой люди у нас гибнут, потому что у нас слишком хорошие дороги и безответственные жители Башкортостана излишне гоняют по ним, убиваясь направо и налево. Ну вот такое мнение госпожи Минаковой. Также в рамках своего доклада Любовь Викторовна сообщила о том, что реализована возможность получать льготы на проезд в общественном транспорте для многодетных семей. Теперь людям, которым полагается эта льгота, достаточно написать в госуслугах заявление, пришпилить к этому заявлению некоторое количество документов, потом подождать 10 дней и получить эту льготу. Ну, насколько это будет работать, станет известно не раньше, чем 23 октября, по крайней мере, так заявила Минакова, но тем не менее она заявляет о том, что эта система работает. И я обращаюсь к многодетным детям, вернее, к членам многодетных семей, которые смотрят наши выпуски. Напишите нам, как вам удалось эту льготу оформить, насколько это легко, понятно, просто и насколько вы ее получили. Нам очень интересно. На прошлой неделе на Сберкарту открытой политики пришло удивительное пожертвование. 2 рубля 28 копеек. Ну, на самом деле, так трогательно. Кто-то отправил 3 рубля в помощь нашему каналу. Ну, и банк, естественно, взял свои проценты, 72 копейки. На самом деле, неважно, какую сумму вы отправляете в помощь нашему каналу, нам очень важно ваше внимание. Если вы хотите и готовы помогать нашему каналу материально, то вот вам наша Сберкарта, она на экране, она в описании к этому видео и ко всем остальным видео. И помните, мы существуем, потому что вы этого хотите. Далее заслушали исполняющего обязанности министра сельского хозяйства республики Льшата Эльдусовича Фазрахманова. Министр упомянул о катастрофических погодных условиях 2024 года, о героических усилиях правительства по спасению урожая, ну и, естественно, о титанических усилиях аграриев в области спасения урожая. Собственно, подводили итоги уборочной кампании. Что мы имеем на выходе? Намолочено 2 миллиона 900 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность в этом году составила 21,8 центнера с гектара, что несколько выше, чем в прошлом году. Однако, эта цифра коррелируется тем, что зерно было намолочено исключительно очень мокрое. Соответственно, конечно, вес этого зерна не может быть объективно оценен. Ну да ладно, это все на совести Фазрахманова. Отличный урожай, по словам министра, получен в категории сахарная свекла. И перспектива Республики Башкортостан такова, что в этом году мы выработаем примерно 300 тысяч тонн белого сахара на наших заводах. Это, в принципе, очень хорошая цифра, почти рекордная. И эта цифра очень перекрывает наши внутренние потребности, так что, ну, какие-то деньги тут будут получены. Кроме всего прочего, Фазрахманов заявил о том, что кормами для скота мы обеспечены на полтора года. Тут вообще никаких проблем нет, но, правда, есть проблемы с урожаем ржи в 2025 году. Рожь в основном потребляется спиртоводочными предприятиями и еще некоторыми другими сферами нашей промышленности. Но, собственно, Фазрахманов особой проблемы в этом не видит. В целом, министр поставил точку в этом затянувшемся триллере под названием «Урожай 2024». Результат скромный, но не катастрофический. Ну, а весной мы поймем, насколько сработали все вот эти чрезвычайные ситуации, субсидии, страховки и прочее, прочее. Насколько аграрии смогут заново возобновить циклы производства в сельском хозяйстве, мы поймем ближайшей весной. А уже зимой мы поймем, насколько благополучна вообще обстановка в области продуктовой безопасности. И поймем мы это очень просто. Мы просто будем ходить регулярно в магазины и смотреть на цены. Если они начнут катастрофически и стремительно расти, то что-то не так в докладах господина Фазрахманова. А если они будут более или менее стоять на месте, или расти медленно хотя бы, то да. В честь и хвала и министру сельского хозяйства, и, собственно, башкирским аграриям. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки под нашими видео. Это продвигает видео и помогает еще большему количеству людей увидеть наши ролики. Ну и обязательно подпишитесь на наши каналы не только на YouTube, но и в Telegram, в ВКонтакте, в Дзене, везде, где только можете. А мы есть везде. Мало ли что еще произойдет с YouTube. А вот дальше случился, на мой взгляд, самый любопытный доклад этого оперативного совещания. И слушали доклад исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Айрата Рахматулина на тему обеспеченности кадрами здравоохранения республики Башкортостан. Ну и какие меры принимаются министерством здравоохранения для того, чтобы этими кадрами сферу здравоохранения обеспечить. Рахматулина заявила, что на данный момент обеспеченность медицинскими кадрами в республике Башкортостан составляет 39 врачей на 10 тысяч населения. Ну это такой показатель, который принят Министерством здравоохранения Российской Федерации, считается, сколько врачей на 10 тысяч населения. Так принято считать. При этом Рахматуллин с гордостью отметил, что еще в 2019 году, видимо в год прихода Хабирова к власти, этот показатель был меньше, чем 36. Сейчас 39. Запомним эту цифру. Далее Рахматуллин разливался с Соловьем, рассказывая о том, как же он привлекает врачей и медицинских работников в медицинскую сферу республики Башкортостан. Министр рассказывал о чудесных программах «Земский доктор», о замечательной программе «Земский фельдшер». Упомянул о том, что 50 врачей получили по 1 миллиону в отдаленных районах, чтобы им там, как говорится, работалось комфортнее. 805 человек обучаются целевым образом, то есть вот те люди, которые там учатся целевым образом, значит потом пойдут в конкретные лечебные медицинские учреждения. Увеличено количество мест в медицинских образовательных учреждениях. В Акьяре планируется открыть филиал медицинского колледжа, чтобы там готовить медицинские кадры. А еще Рахматуллин совершенно фантастическую вещь сообщил. Оказывается, в Башкортостане сокращена программа обучения медицинских кадров, что ускоряет подготовку медиков. Согласитесь, это гениально. То есть, а может быть их вообще не учить, просто сразу дипломы выдавать, это еще быстрее будет. Господин Рахматуллин, просто раздавайте дипломы прямо на пороге вашего министерства. Я уверен, что некоторое количество мигрантов, ну и людей без подобающего образования, конечно, клюнут на это дело и пойдут получать из ваших рук дипломы. А потом пойдут работать в поликлинике и больнице. Чудесное вообще решение. Завершил свой, значит, феерический доклад господин Рахматуллин тем, что 100 медицинских работников, 100, получили квартиры, ну или на крайний случай, комнаты в общежитиях. Причем квартиры они получили, естественно, не в собственность, а в наем. 100 человек на 4-х миллионную республику. Слушать министра было, конечно, приятно. Особенно, если вообще не понимаешь, о чем он говорит. Но если понимаешь, то тогда давайте вернемся к этой главной и самой первой цифре, которую он озвучил. 39 врачей на 10 тысяч населения. Это показатель республики Башкортостан. А теперь давайте посмотрим вокруг. Как же в других регионах обстоят дела с этим показателем? Санкт-Петербург 89, Чукотка 73, Северная Осетия 70 врачей на 10 тысяч населения, Москва 70, Сахалин 65, Астраханская область 62 и так далее, и так далее, и так далее. А в Башкирии в среднем 39, то есть в полтора раза меньше, чем в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации. Подчеркну, это средний показатель 39, а это значит, что в отдаленных районах едва-едва 15. И это точно гарантирует то, что в республике Башкортостан отсутствует гармоничное обеспечение доступа к узким специалистам. Ну, буквально ежедневно мне пишут на почту и в различных мессенджерах в наших социальных сетях пишут отоссюду, что невозможно попасть на прием кардиологу, мамологу, фтезиатору, хирургу, окулисту и так далее, и так далее. В разных местах по-разному нету этих специалистов. По Башкирии все лето колесили вот эти выездные приемы врачей, которые с колес выявляли запущенные случаи хронических заболеваний во многих случаях, которые уже не подлежат коррекции, людям уже невозможно помочь. Вот это на самом деле есть истинное лицо хабировского здравоохранения, важнейшего, на мой взгляд, критерия качества жизни и качества управления регионом. Вот за это проголосовало, по мнению Центра избиркома республики, 80 с лишним процентов человек. Ну, как-то вот, честное слово, совсем не верится в то, чтобы 80 процентов людей проголосовали вот за такую медицину. Ну, если только, конечно, жители республики Башкортостан поголовно не поразило какое-то психическое заболевание. Завершил оперативное совещание хабиров уж как-то совсем вяло. Напомнил о том, что в конце недели нас ждет светлый праздник, день республики Башкортостан, что к нам, конечно же, приедет президент Абхазии. У меня есть ощущение, что он даже вообще не уезжает из Башкирии, президент Абхазии. Что, жил бы здесь хорошо, кормят, тепло, светло, нормально. Ну, наверное, по поводу приезда президента Абхазии, опять они будут грустно стоять около недостроенной колоннады на берегу Белой реки. А может быть, этот священный монумент дружбы Башкир и Абхазов все-таки достроят, в конце концов, не знаю. Хабиров был как-то печален, рассказывая об этом. А также Радий Фаридович напомнил, что в финальную стадию входит уже подготовка к форуму «Россия. Спортивная держава». Этот форум начнется 17 октября, осталось действительно буквально 10 дней. И Хабиров подчеркнул, что он надеется, что Владимир Путин посетит этот форум в Уфе, лично приедет и, как говорится, будет повод встретиться. Хотя в интонации Радий Фаридовича, конечно, уверенности никакой не было, что Путин приедет на этот форум. Мы ждем президента Российской Федерации. Поэтому всем, я прошу, каждый на своем месте, на своей должности должен хорошо отработать. Пока мы никаких формальных признаков подтверждения этих намерений не видим, посмотрим, в ближайшую неделю мы поймем, приезжает ли Путин по всяким очевидным и неочевидным признакам. Ну, если вдруг в центре Уфы заварят все люки и, значит, начнут шнырять такие неприметные автомобили с синими набалдашниками на крышах, значит, да, ФСО приехало в Уфу и проверяет паршрут исследования руководителя страны. Если этого не случится, значит, Путин все-таки не доедет до Уфы. А мы уже говорили, что это очень важный момент. Если Путин откажется от визита в Уфу, то для Радия Фаридовича это своего рода черная метка. Примечательно еще и то, что в течение всего оперативного совещания 7 октября Хабиров ни словом не обмолвился о том, как идет персональное согласование состава правительства Республики Башкортостан. Чиновники продолжают томиться в неведении со своими приставками исполняющей обязанности, не понимают, что происходит. Это, конечно, бодрости и радости хабировскому правительству не добавляет. А также Радий Фаридович ни словом не обмолвился о судьбе своего друга Алана Морзаева, арестованного на прошлой неделе и томящегося сейчас в Лефортово, сохраняя их общие секреты. Хабиров никак это не прокомментировал. Я надеюсь, что, возможно, он предпринимает какие-то усилия для облегчения судьбы Алана Викторовича, но это не точно, потому что мы об этом ничего не знаем. Редактор субтитров А.Семкин